Впервые танцевать фламенко Степан попробовал в 14 лет. Для него это было очень сложно, и он жутко стеснялся. Но всё равно продолжал ходить на занятия, потому что влюбился в свою первую преподавательницу, несмотря на то, что между ними было 12 лет разницы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На родину фламенко, в Испанию, Степан отправился в 17 лет. Там он познакомился с местными танцорами, тесно общался с ними и перенимал технику танца. Испанцы были удивлены, что парень из России так превосходно танцует фламенко и предложили ему остаться. Но Степан решил вернуться в Москву и принять участие в Минуте Славы. Степан Прибытком, город Москва. Вы знаете, нет слов, да. Одни наблюдения за людьми не только в этом зале, но и за кулисами. Показываю вам, как на вас смотрели. Собственно говоря, скажите, пожалуйста, давно ли вы так танцуете? Я танцую с 14 лет. Я не знаю, что вам сейчас будут говорить члены наших жюри, но за одного точно ручаюсь. Вы знаете, я как один из многочисленных учеников Александра Анатольевича Ширвинта могу гарантировать, что он вам сейчас точно не скажет свою фирменную фразу, которую он обычно говорит студентам. Вяло. Было вяло. Вот тут абсолютно точно не вяло. Давайте с вас тогда и начнем, собственно говоря. Каковы ощущения от Степана Прибытка? Технически замечательное такое ощущение, знаешь. Видишь, чтобы как-то рванина какая-то есть в серединочке. Нету цельного какого-то комплекса, но не вяло, нет, не вяло. Так что я с удовольствием посмотрел бы его еще раз, если меня позовут, если меня позовешь. А где на мой концерт? Ну, Степан-то вас позовет, а вы-то ему говорите да или нет. А я не сказал. Ну, вы сказали, если позовут, мы-то вас зовем. Значит, да. Значит, да. Спасибо большое. Маша, как тебе жгучие ребята? Ну, вот он из Москвы, да, говорит, в центре живет. Сикаро ин Москву. Это, значит, в центре живу. Вот на Садовом кольце где-то, да? Да. А о чем-нибудь можете еще поговорить? Я уже все сказала. Сия сказала. А, Сия. Я сказала Сия. Ну, Александр Васильевич. Степан, москвич, скажи, Павел, отчего ты вдруг вдарился в это, во Фламенко? А на самом деле я Испанию люблю с детства и как-то так получилось, что... Ну, как, ну, как приходит любовь с детства? Вот однажды детским днем ты вдруг понял, что ты любишь Испанию. Я всегда возникал с историей, как бы, я понял, что... Ну, не знаю, мне кажется, пришлось слышать откуда-то просто. А, ну, тогда да. Какие комментарии? Когда он маленький под стол ходил, стол был покрыт красной скатертью. Красно-желтой. Это вы в связи с чем? А? В связи с тем, что... Он в связи с коридой, не понимаешь? Нет. Коридой. Ну, я вроде думал, я хотел сосредоточиться на этом испанском москвиче, а твой ученик, Александр Анатольевич, вот... Ну, да ладно, чего. Саша, у тебя есть еще что сказать? Я боюсь теперь прервать тебя. Да, есть. Говори. Мне всегда есть что сказать, тем более есть кого позвать. У нас в зале я разглядел Анастасию Волочкову, дорогие друзья. Вот, понимаете ли, как упустить такую возможность и познакомиться с Волочковой. Здравствуйте, Анастасия. Очень приятно вас видеть. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашем репертуаре, ну, не знаю, фламенко на пуантах, скажем так? В моем репертуаре нет фламенко на пуантах. Есть балет Кармен Сиита, который был поставлен Альберто Алонсо. Но вместе с тем я очень люблю зажигательные танцы, и мне кажется, что в вашем танце сегодня была страсть, была эмоция, и это, пожалуй, самое важное. А скажите, пожалуйста, ну, вот если сделать сюрприз нашим телезрителям, и, собственно говоря, Степану, и членам жюри, можно было бы импровизационно сейчас что-нибудь такое? Ну, если Степан мне покажет, что нужно делать? Ой, я неправильно сказал, не эх, вот я тоже дубина, не эх, а оле! Вот так, да, можно? Конечно, конечно, сейчас ворочитесь от камеры, говорю. Боже, какая прелесть, вот этого мне и не хватало. Спасибо, я, пожалуй, это заберу. Да, а вы, пожалуйста, покажите. Давайте, попробуем, давайте, показывайте. Раз. Всё, давай сделаем. Дорогие друзья, необходима ваша поддержка. Говорит и показывает Испания. Прекрасно. Прекрасно. Покажите, покажите ваш вариант. Вот это в конце было там что-то на флэте похоже. Ну, жаль, братское сердце. У меня каблуки большие, но я попробую, смотрите. Вы меня простите, конечно, но я впервые не понял, кто кого учил, честное слово. Александр Васильевич, вот теперь всё, замолкаю. Скажите, пожалуйста, что мы говорим Степану, да или нет? И Волочковой же надо что-то сказать. Настя, вы хотите услышать что-нибудь? Я думаю, что аплодисментов достаточно, Анастасия Волочкова. Нет, вы знаете, меня вы оцените в Карменсивите на концерте в Кремле. Я, кстати, вас бы с удовольствием пригласила поучаствовать даже, не посмотреть. Как раз во время вариации там нужно вот это прихлопывание. Так что, а вам, надеюсь, что это был экспромт такой, но вы меня строго не осудите, я же не танцовщица-фламенко. Нет, нет, спасибо. Спасибо вам, Настя. Конечно, спасибо большое. Ну, а что касается Степана, ну чего же я буду, как я говорю, время оттенки, чего же я буду отбиваться от стаи. Я тоже скажу, да. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, Степан Допущин до зрительского голосования. Самое время приступить вам к этому голосованию, потому что номер телефона появился на экране вашего телевизора. Минута славы на Первом канале. Степан Прибытка, город Москва. Степан, вы нам, пожалуйста, расскажите, кто же вас всё-таки вдохновляет? Я так понимаю, что, наверное, Хоакин Кортес. На самом деле, Хоакин Кортес, мне очень хороший танцор, мне очень нравится, как он танцует. Но, по сути, он только в другом стиле, у него всё-таки больше шоу, да? Тогда кто вас вдохновляет? На самом деле, кумиров мне нет, мне нравятся все танцоры.